Вы слушаете программу «Спорт для всех» при поддержке агентства по спорту Калининградской области в студии Надежда Маркова. В начале итоговой программы поговорим о победах калининградских спортсменов на международной и всероссийской арене. Расскажем о ближайшем возможном открытии двух спортивных объектов в Калининграде и области. Немного поговорим о футболе. И анонс предстоящих событий на выходные. Мировой чемпионат по легкой атлетике среди лиц с нарушением интеллекта прошел в Таиланде. На базе национального стадиона в Бангкоке выступило свыше 200 представителей 19 государств. Сборная России завоевала первое общекомандное место за счет 11 золотых наград, треть из которых на счету калининградки Александры Ручкиной. Представительница областной адаптивной школы Олимпийского резерва по сурдлимпийским и паралимпийским видам спорта завоевала золотые медали чемпионата мира в секторе для прыжки. А также в составе эстафетной команды в беге на дистанции 100 и 400 метров. Все результаты стали личными рекордами Александры. В длину она прыгнула на 5 метров 45 сантиметров, в тройном прыжке зафиксировала отметку 11 метров 12 сантиметров, а эстафета бежала впервые на официальных стартах летнего сезона. Четыре золота обеспечили калининградский титул лучшей спортсменке всего чемпионата. Триумфальное выступление Александры Ручкиной специально для радио спорта ФМ «Калининград» прокомментировал ее личный тренер, заслуженный тренер России Александр Григорьев. Было где-то месяц назад чемпионат Европы в Праге, и вот она там уже очень далеко прыгала. Поэтому я ожидал, она готова на 5.50, на 5.40, она была готова. Другой разговор, что я сомневался, как погода будет. Погода, конечно, была неважная. Дождь, ветер сильный. Ну, удалось. Удалось две попытки по 5.45 сделать. Четыре постовые сафеты. Там мы готовились в Кисловодске, я их девчонок гонял там, когда были на сборах. Потом приехали сюда, приехали здесь, сама тоже там продолжили. Они, девчонки-то, первый раз просто бежали, а так-то они тренированные были. У нас в этом году будет чемпионат России в Саранске с 13 по 16 июня. А на следующий год сынерные игры. Очень такие престижные соревнования, где должны быть в практически все страны. Добавлю, что уже через месяц Ручкина выступит на чемпионате России спорта ЛИН, который пройдет в столице Мордовии. Крупнейший континентальный турнир по борьбе на руках среди юношей, юниоров, взрослых, ветеранов и атлетов-инвалидов приняла Польша. В Катовице выступили свыше 700 спортсменов из 34 государств Европы. В составе сборной России успешно выступили представители региональной федерации армрестлинга. Двое из трех подопечных заслуженного тренера России Сергея Попова взошли на пьедестал своих весовых категорий в борьбе на левой руке. Вице-чемпион России Елена Кульпина боролась среди восьми соперниц весом до 70 килограммов, победив в двух встречах и дважды уступив будущим финалисткам. Аналогично, но среди восьми оппоненток весом свыше 80 килограммов выступила дважды бронзовый призер мирового кубка среди профессионалов Яна Барановская, одержав две победы при двух поражениях. Отметим, что обе калининградки планируют выступить на осеннем чемпионате мира в Будапеште, а до того выступят на престижных международных турнирах в Литве и Польше. Ежегодный международный турнир среди женских волейбольных команд прошел в Японии. В составе швейцарского «Валеро» в турнире принимала участие уроженка Калининграда, экс-игрок сборной России Екатерина Орлова. Воспитанница Михаила Леньшина провела все игры турнира в стартовом составе. «Валеро» на квалификационном этапе обыграла турецкую, японскую и бразильскую команды с общим счетом 9-0 по партиям, но в плей-офф ступился на полуфинальной стадии, проиграв клубу из Рио-де-Жанейро 1-3. Матч за бронзу швейцарские волейболистки вновь встретились с турчанками и опять победили, но уже со счетом 3-2. А калининградка в этой игре набрала 13 очков. Отметим, что Екатерина Орлова в 2015 году становилась чемпионкой Европы и серебряным призером мирового женского гран-при в составе национальной сборной России. А теперь расскажу о том, какие спортивные объекты могут открыться в Калининграде в ближайшее время. В скором времени в Калининграде может появиться центр адаптивных видов спорта. Об этом на фестивале адаптивного спорта заявила в Рио заместитель председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко. Вместо двух учреждений спортивного клуба инвалидов и спортшколы Олимпийского резерва должна появиться одна крупная структура. Однако исполняющая обязанности директора региональной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Наталья Панасенко в интервью «Спорт.ФМ Калининград» отметила, что ждать открытия центра придется еще долго. У нас еще ничего не открывается, никакой центр. У нас только идет реорганизация сейчас. У нас идет слияние клуб инвалидов со школой, а потом уже будет центр, но это не скоро будет. У нас происходит слияние, потом все переходят, вся область на программы спортивной подготовки. И только потом уже. То есть это совсем не скоро еще. Напомним, что адаптивный спорт представляет собой тренировочный и соревновательный процесс лид с различными нарушениями здоровья. Часть дисциплин входит в программу паралимпийских игр, часть представлена в сурдлимпийских играх. Также добавим, что в Калининградской области ежегодно проводятся два сезонных фестиваля адаптивного спорта для детей и взрослых. Одни из самых массовых калининградских соревнований по баскетболу прошли на территории стадиона «Балтика». В уличный баскетбол 3х3 сыграло 90 команд в трех возрастных категориях. Старшие разыгрывали право сыграть в финале национального кубка, который в июле пройдет в Казани. Путевку на престижное соревнование и главный кубок турнира завоевал квартет. Глеб Фадеев, Алексей Яцентьюк, Станислав Шаров и Александр Лазаренко. Также добавим, что в рамках турнира состоялась презентация эскизов будущего центра уличных видов спорта. Как отметил вице-президент региональной федерации баскетбола Андрей Мельников, открытие центра планируется в ноябре на острове Канта. Помимо баскетбола, который должен быть основным якорным проектом, в этом центре также еще планируется размещать сезону воркаута. И я думаю, детская площадка всегда актуальна. У нас есть за основу взятый проект под мостом в Москве. У нас есть в Орбелых горах. Там помимо уличного баскетбола есть еще скейт-парк. В ближайшее время рабочая группа соберется по этому поводу и уже будут обсуждать всевозможные варианты. Но я думаю, что этот проект будет реализован до конца этого года, потому что срок поставлен к ноябре месяца. Поэтому я думаю, уже весь следующий сезон горожане и жители области смогут пользоваться им в полной мере. На прошедшей неделе завершился этап футбольной национальной лиги и Калининградская Балтика все же осталась. После выездной победы над Ярославским Шинником со счетом 1-0 калининградцы переместились на 14-е место в турнирной таблице и смогли сохранить место в лиге на будущий сезон. Напомним, что перед началом весенней части первенства ФНЛ балтийцы отставали от спасательной 15-й строчки на 10 очков, но смогли отыграть этот огромный отрыв. В продолжении футбольной темы. Юноши-балтики привезли призовые места с нескольких турниров. В Туле прошел зональный этап детской лиги чемпионов среди футболистов 2005 года рождения, в котором приняла участие команда «Балтика-2005». Ребята заняли в турнире третье место, а полузащитник балтийцев Кирилл Николаев был признан лучшим игроком турнира. А в Гданске состоялся очередной розыгрыш традиционного кубка «Балтики». Успешно выступили наши юноши. «Балтика-2007» заняла первое место в предварительной группе и второе место в полуфинальной группе. А в матче за бронзу калининградцы разгромили «Сэмп» Варшава 3-0. Хочу напомнить, что уже пора регистрироваться на 32-й массовый велопробег «Тур-де-Кранс-2017» из Калининграда в Зеленоградск и обратно. При платном участии гарантированное питание и сувенирная футболка. Электронная регистрация продлится до 15 августа. Все подробности на сайте велопробег2017.ру И в завершении программы я расскажу о спортивных событиях предстоящих выходных. 28 мая в 9.00 на территории прилегающей к стадиону «Балтика» начнется Калининградский ежегодный фестиваль «День колеса». В программе свободное катание, гонки на собачьих упряжках, семейные стафеты, велогонки и многое другое. Радио «Спорт-ФМ Калининград» является информационным партнером мероприятия. Для победителей соревнования мы приготовили отличные подарки. В воскресенье 28 мая с 10.00 утра в Центральном парке Калининграда пройдет зеленый марафон от Сбербанка. Главное событие праздника – бег на дистанцию 1,5 и 3 км для взрослых и на 400 метров для детей. Победителей ждут ценные призы. Добавим, что генеральным информационным партнером зеленого марафона от Сбербанка станет радио «Спорт-ФМ Калининград». В субботу 27 мая в городе Балтийск пройдет первый тур чемпионата области по пляжному футболу. Начало игр на стадионе в районе Променада в 10 часов утра. 28 мая в воскресенье в аудитории номер 142 Калининградского государственного технического университета на Советском проспекте пройдет кубок губернатора Калининградской области по шахматам. Сильнейшие гроссмейстеры региона начнут поединки в 10 часов утра. Также 28 мая в воскресенье на аэродроме Девау состоится этап областного автокросса и гонки на выживание. Начало заезда в 12 часов. И на сегодня это все. Это была программа «Спорт для всех», которая выходит при поддержке агентства по спорту Калининградской области. В студии работала Надежда Маркова. И до новых встреч!